Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN. Буквально пару минут назад вторая волна третьего раунда аукциона принесла нам две новых тачки на продажу. AMX Defender и ActionX. Машина одна, ну прям совсем на любителя и на очень подкованного игрока, ну а вторая машина зайдет многим, даже начинающим игрокам, но все-таки есть к чему привыкать. Сейчас обсудим ценники, посмотрим, чего они стоили раньше, ну и соответственно выкатим и одну и другую машину из ангара в одном видео, для того, чтобы не разрезать видос на две части. Что касается ценников, по 8 тысяч за каждую из них хотят. Единственное что, ActionX подешевеет всего на 500 голды, а вот AMX Defender упадет в цене сразу на 1000, уже через 24 часа. Чего они стоили ранее? Если мы говорим с вами о ActionX, то его выставляли в голом состоянии на продажу за 7,5 тысяч и тогда я говорил, что это имба. И за 7,5 тысяч действительно стоит его приобрести. Таким образом получается, что за 7,5 тысяч он будет по стандартной своей цене только через сутки. Ну а соответственно имеет смысл подождать хотя бы второго снижения цены, для того, чтобы хотя бы за 7 его брать. Ну уж точно не за 7,5, потому что это, как я уже сказал, абсолютно типичная стандартная цена для данной машины. Что касается Defender, выставили за 8 тысяч, продавали его не в голом состоянии, а с открытым оборудованием, аватар я не считаю. Здесь можно было его брать тоже за 7,5, как и ActionX. Таким образом получается, что через сутки машина станет дешевле, чем ее раньше выставляли, но в то же время без открытого оборудования. Здесь, ребят, смотрите самостоятельно, потому что AMX Defender подойдет далеко не каждому танкисту. Необходимо уметь играть на легких танках, уметь сейвиться, уметь не подставляться, ну и соответственно уметь пользоваться барабаном. Здесь классный барабан, вопросов нет, орудие довольно классное и интересное, но это сущий картон, который манит к себе, ну прям, все снаряды, которые только будут в вас отправляться. Ну и соответственно, если они будут в вас прилетать, то однозначно с уроном здесь танковать нечем. Что касается ActionX, здесь есть чем потанковать, не прям совсем фонтан, но мне лично подходит. Главное привыкнуть к машине и понять, как ее отыгрывать. Если мы снимем экраны, то увидим плюс-минус неплохо забронированную башню. Здесь хоть и оранжевая, но 275 единиц приведенки. Комбашня не такая уж и большая, ну а что касается верхнего бронелиста, то 240 с учетом приведенной брони, если смотреть в прямой проекции. Нижний бронелист, понятное дело, пробивается, но что мне нравится в ActionX, здесь классная приведенка по бортам башни. Это, во-первых, я имею ввиду щеки. Ну и что касается лобового бронирования башни, все тоже довольно круто. Также стоит отметить, что орудие неплохо склоняется вниз, ну и плюс к тому является, ну, в край скорострельным. Одно из самых скорострельных орудий, которое я знаю на восьмом уровне среди тяжелых танков. Что касается технических характеристик по машинам в самой игре, то выглядит все это делом следующим образом. Сейчас будем смотреть на ТТХ, брать машину, ехать в бой, ну и так сделаем как по одной тачке, так и по другой. Что касается АМХ, здесь, ребят, камуфляж поставить не получится, это Defender, это его уникальный внешний вид, поэтому сможете на него напялить исключительно обвесы. Что касается ТТХ по орудию. По орудию здесь, как я говорил, довольно-таки интересный, классный барабан. Он мне нравится тем, что, во-первых, 4 снаряда по 160 единиц альфы, это уже круто. Ну а плюс к тому, время перезарядки между собой снарядов в самом магазине составляет менее 2 секунд и стремится к полутора секундам между каждым выстрелом. Ну и плюс к тому, ребят, стоит отметить, что для восьмого уровня довольно бодро перезаряжается сам барабан в целом. 13 с копейками секунд. Что касается уровня пробития, то 215 на базовых снарядах, с учетом того, что я езжу с калиброванными снарядами. От вентилятора здесь смысла вообще никакого нет. Время сведения и разброс довольно приятные, нормальные, их будем заценивать в самой катке. Что касается угла склонения орудия вниз, это действительно ахиллесово пита. Когда вы склоняете орудие вниз, то у вас всего лишь минус 6, и это очень дискомфортно на каких-то неровностях. Можно плюс-минус как-то привыкнуть, но все же здесь нет прям совсем заднего расположения башни. Соответственно, здесь нет понятия склонять как-то набор. Хотя, вроде бы, говорят, что немножко помогает. Я лично не замечал. Ну что, берем АМХ от Дефендера, поехали покатаемся, а потом обсудим Экшн Икс. Итак, друзья, поехали. Я попытаюсь быть максимально откровенен с вами. Я не любитель легких танков, я не настолько круто играю, чтобы прям на все 100% реализовывать большинство легких танков в нашей игре. Но в целом, если вы играете точно так же, как и я, то сможете понять, насколько вам будет легко совладать с той или иной машиной, и насколько вы сможете реализовать потенциал того или иного танка. Мне Дефендер чем-то нравится. Да, как я сказал, я не любитель легких танков, но мне очень заходит его бодрая подвижность, это действительно факт. Мне очень нравится его барабан. Единственное, что я, как правило, предпочитаю сейвиться, работать по засветам своих союзников или самому себе подсветить, свалить куда-нибудь, вернуться обратно и опять-таки начать реализовывать свой барабан. В чем проблема Дефендера для меня лично, в первую очередь? Во-первых, это слабо живучая машина. Во-вторых, угол склонения орудия вниз, как вы видите, вот сейчас я подъехал, ни одного из них, ребят, я выцелить не могу. Как бы я не становился, как бы я там не приподнимался, как бы бортом я не выкатывался, все равно у меня вообще ничего не получается, по крайней мере в этой игровой позиции. Соответственно, приходится, поскольку здесь я уже засветился, перекатываться куда-то в другое место. Да, пускай хорошая классная подвижность, но реально на этом теряешь постоянно время. На вот этом склоне еще плюс-минус, но, ребят, опять-таки необходимо понимать, что вам необходимо реализовывать орудие максимально быстро, потому что чем дольше вы стоите в засвете, тем больше шансов отхватить леща, как я это сейчас, в принципе, и делаю. Кто-то начнет порицать меня в комментариях в отношении того, что я плохо играю, в отношении того, что я показываю Defender не таким, какой он есть. Но, ребят, я играю так, как я играю. И повторюсь еще раз, если вы играете так, как играю я, то тогда по моим видео вы сможете понять, вам конкретно Defender в частности нужен, или для вас это будет бестолковая машина, которая будет просто стоять в ангаре, а когда вы будете на нем играть, то вы не будете получать всего того кайфа, о котором говорят ребята, которые умеют его реализовывать. Я на Defender пытаюсь приехать куда-нибудь, реализовать барабан и быстренько куда-нибудь отвалить. Тогда у меня плюс-минус что там получается. Не знаю, может быть, мне необходимо как-то по-другому использовать данную машину, но я использую так, как получается лично у меня. Жаль, не добрал, был шанс, но вот такой вот он Defender. Где-то как-то зазевался, сразу лещей тройку-другую отхватил, и велики шансы того, что вообще, в принципе, отправился в ангар отдыхать. А с другой стороны, если получилось быстро откатиться, быстро пятками посверкать, то тогда выжил, перезарядился, довольно-таки быстро, как я уже говорил, перезаряжается барабан, ну и, соответственно, был полезен. Что касается, насколько был полезен, 1923 единицы урона, два уничтоженных соперника. Наконец-то. Что касается нашей результативности по фармалам, то не сильно крутые, конечно, результаты были у меня по бою, но, как вы видите, плюс-минус серебра где-то как-то поднял, ну а что касается чистогана, то 31 тысяча, если бы играл без прем-аккаунта. С прем-аккаунтом 53 с половиной. В целом, плюс-минус неплохо, но, опять-таки, я не смог реализовать Defender настолько, насколько его могут реализовывать те игроки, которые умеют хорошо играть на легких танках. Ну и в нашей команде, ребят, я, получается, средняком. Для экономии времени похвалю только самого классного игрока по количеству нанесенного урона в нашей команде. Ну и давайте будем переходить к Action X. Action X – машина, которая подходит большинству игроков в игре, и даже если вы новичок, вы сможете на нем играть, это факт. Что касается ТТХ и возможностей машины. По техническим характеристикам здесь крайне-крайне бодрое классное орудие. Оно перезаряжается всего лишь 4,3 секунды, и при этом выбрасывает 190 единиц эльфы. Вроде бы и немного, но суммарно это просто бешеный ДПМ практически 2700. А теперь представьте себе, что к этому времени перезарядки, грубо говоря, в 4 секунды, вы еще и в нужный момент подключаете адреналин. И ваше КД, существенно уменьшаясь, делает из вашего танка просто такой себе пулемет. Даже многие легкие танки не могут позволить себе такой скорострельности, когда это танки с обычными цикличными орудиями. Обалденное время сведения 2,6 – это просто бешеная цифра для тяжелого танка. Вы реально не обращаете внимания на то, как быстро сводится ваше орудие. И плюс к тому, орудие обладает просто бешеной точностью и имеет разброс меньше 0,3. При этом всем хороший уровень пробития в 226 единиц не заставляет вас ставить калиброванные снаряды. Плюс к тому, с учетом того, что башня неплохо забронирована, а у вас еще и минус 10 УВН, вы действительно круто можете отыгрывать на данной тачке где-нибудь от неровностей или отстреливать где-то на дальнем расстоянии. Что касается камуфляжей, то в отличие от Дефендера, есть возможность взять каму за голду, если вы любитель красивого внешнего вида. Здесь их предлагается целых 2. Выбирай какой хочешь, но я считаю, что за 3200 все-таки лучше купить себе премиумную машину, пускай с 7 уровня, нежели внешний вид на 8. Но это мое скромное субъективное мнение, вы свое пишите обязательно в комментариях. Ну что, берем тачку, поехали попытаемся заценить. Итак, друзья, погнали. Единственное, что я поеду вместе со средними и легкими танками, вместе с Крушаком на направление к железке, для того, чтобы быстренько продавить это направление. Ну и, соответственно, потом поехать уже стежами разбираться. Что касается подвижности. Подвижность классная, подвижность хорошая. Ну и, что касается возможности, в принципе, передвигаться где-то по карте и находиться в нужное время в нужном месте, то здесь у вас проблем абсолютно никаких не будет. Управляемость у танка шикарная. Он довольно-таки неплохо заходит в повороты. У него не только неплохая динамика, но еще и хорошая маневренность. Короче говоря, в этом отношении к тачке вопросов нет. В целом, скажу вам лично от себя, мое скромное мнение, как игрока средней руки. Я считаю, что эта машина входит в топ танков, которые должны быть в ангаре каждого начинающего танкиста. Для тех, кто будет спрашивать, возможно, в комментариях, упряжу ваши вопросы и отвечу сразу. В список моего топа входят такие машины, как Лев, обязательно входит туда Акула, обязательно входит Экшен Икс. Это вот те основные танки, которые однозначно должны находиться в вашем ангаре. Также туда можно поставить того же самого Сомуа, который является барабанным танком. И это, ну, такой, знаете, минимальный список тяжелых танков на восьмом уровне, на котором будет, по моему мнению, удобно играться начинающим игрокам. В общем, тем, кто только зарегистрировался, ну или в игре недавно и накопил голдишки. Так вот, если у вас голды мало, если вы ее собираете по крупице, просматривая рекламные ролики, у вас нет возможности донатить. Ну и, соответственно, у вас нет возможности просто разбрасываться голдой направо и налево, покупая все, что не по поди. То Экшен Икс это тот танк, о котором вы однозначно не пожалеете, если его себе приобретете. Понятное дело, что чем дешевле вы его возьмете, тем веселее и приятней. Но все-таки, даже если вы возьмете его за 7500, вы однозначно об этом никогда не пожалеете. Экшен Икс всегда будет радовать вас классным веселым геймплеем. Обалденной скорострельностью и точностью, великолепной результативностью. И что бы там ни говорили по поводу того, что он слабо забронирован, ребят, это один из тех танков, которые действительно умеют прощать вам ваши ошибки. По крайней мере, мне мои ошибки он вполне спокойно прощает. Именно за это Экшен Икса я и люблю, именно за это я его когда-то купил. Ну и продолжаю пользоваться и радоваться тому, что данная машина есть в моем ангаре. Как-то крайне быстро этот бой пролетел, но так или иначе, ребят, затягивать видео не буду. Если вам интересно, перейдите по ссылкам, которые я добавил в описании. Там есть и честный обзор в стиле моего канала и другие катки на этой машине в обычном рандоме. Короче говоря, честные обзоры и другие видео ждут вас в описании. Переходите, посмотрите, я больше чем уверен, что информации мною предоставленной, в частности и в ссылочках, вам будет более чем достаточно для того, чтобы принять взвешенное решение по поводу того, покупать или нет. Я лично обоими руками за то, чтобы вы купили себе данную машину, как я уже говорил, даже если вы эту голду копите по крупице, просматривая рекламные видеоролики. На этом канале вы никогда не услышите советов по приобретению чего-либо, что может потенциально вас расстроить. Экшен Икс вас не расстроит однозначно. Ну а что касается АМХ Дефендером, то здесь, ребят, будьте осторожны. Машина слабо забронированная и подойдет исключительно тем ребятам, которые имеют ну прям совсем ровные руки, смогут реализовать ее потенциал и умеют играть на картонных легких танках. Все плюсы и минусы я вам озвучил. Я побежал снимать следующее видео для вас, а вы, если за честность, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok